С декабря 2011-го каждый день в России как день сурка. Точнее Путина, самоназначенного и самопровозглашенного. Уже за несколько дней до своего юбилея пуганный протестами Владимир Владимирович нагнал в столицу столько силовиков, будто Гудериан загремел ключами под Москвой. ОМОН, полиция, внутренние войска шлялись по центру Первопрестольной, заставляя шарахаться прохожих. В полутьме плохо освещенной площади революции казалось, что под Москвой точно вот-вот кто-то умрет, пролив кровь за украденную иллюминацию. Путин остаться в Москве не решился. Уехал в Питер, где его тоже недолюбливают. Но москвичи Вовочку прямо-таки ненавидят. Издевательские подарки для именинника они начали готовить еще с четверга, когда собрались у приемной администрации президента и заняли очередь на прием, дабы утром передать гостинцы. Шарики, опавшие листья и даже бутылку с надетым на горлышко презервативом. Вообще, тематика контрацептивов будоражила население, отождествляющее самозванца именно с изделием номер два. В четверг руки дарящих никто не заломил, но щедрых дарителей все равно отвели в автозак и отвезли в ОВД Китай-город, где составили протоколы и отпустили с миром. До суда. Субтитры создавал DimaTorzok 6 лет назад в Москве была убита журналистка Анна Политковская. И кто бы это ни совершил, он сослужил Путину очень плохую службу, потому что с тех самых пор день рождения нашего диктатора ассоциируется с гибелью независимой журналистки. Утро 7 октября выдалось мрачным. Над Москвой прошла осенняя гроза. И было отчего. Как можно что-либо праздновать в день убийства Анны Политковской? Политковская и при жизни была сущим кошмаром для Путина и его вертухаев, а после смерти и вовсе стала кромешным проклятием. Понятно, что заказали ее люди из государственной системы власти. И именно поэтому расследование громкого дела постоянно тормозится, невзирая на уверение силовиков в том, что находится оно под личным контролем. В том числе и поэтому новая газета занялась собственным расследованием страшного преступления. С плохого так. У нас нет никаких доказательств и намеков на реального заказчика преступления. Теперь о хорошем. В результате последнего года расследования, которые вела газета и следственный комитет, у нас появилась железная, абсолютная, окончательная уверенность в том, что мы знаем, кто является организатором преступления и кто является его исполнителем. Павлюченков является организатором, полковник бывшей ГУВД Москвы в эпоху еще до Колокольца. А исполнителем являются воры в законе, сотрудники милиции и чекистский агент, который ее стрелял на лесной. Граждан, пришедших в Новопушкинский сквер, помянуть убитую журналистку было не так много. Но в данном случае человеческое качество гораздо ценнее количественного сброда, обеспечивающего столь любимый юбиляром правопорядок. Возвращаясь к именинам, граждане отправились на просветительскую прогулку. Ведь если и говорить сегодня о Великом Пу, то с неопровержимыми фактами в руках. В день рождения Владимира Владимировича белоленточники решили немножко просветить население, которое слишком мало знает на их взгляд о юбиляре. И решили раздать вот такие брошюрки «Жизнь раба на галерах». Авторы Борис Немцов, Леонид Мартынюк. Прохожие брали брошюры неохотно. То ли их смущала камера, то ли не интересовала тема. Похоже, они и так прекрасно знают достоинства нашего стабилизатора, превратившего страну в отсталый сырьевой придаток с неразвитой экономикой. Весной из-за гуляющих белоленточников Красную площадь даже закрывали. Но сегодня в Москве Путина нет, и Красная площадь открыта. Здесь можно даже раздать агитационные материалы. На Красной площади белоленточников попытался нейтрализовать возбужденный полицейский. Но крыть ему было явно нечем. И закона он не знал, и текстом запретительного распоряжения не обладал. В общем, не подготовился к судьбоносной встрече. Так что просветительская группа прошла всю площадь, оставляя за собой информационный шлейф правды, бросающий вражью тень на чекиста ликого мачо. Между тем, главные подарки от благодарного населения были еще впереди. У памятника героям плевны собралась веселая толпа, готовая одарить юбиляра самым сокровенным. Правда, полиция была совсем не рада, ведь эти откровения грозили немедленно расшатать и обрушить, и без того нервическую вертикаль, целиком повторяющую характер нашего обидчивого вождя. Посему каждый даритель немедленно отправлялся в автозак, ибо негоже дарить фюреру всякие гадости. Они портят настроение и подрывают стабилиздец. Веревка и мыло – это для нашего юбиляра. Покажите сюда. Да. От Координационного совета оппозиция. Ну и от меня лично. Ну, тащат, ну что делать. Всего вам доброго. Да. До свидания. Да, до свидания, ребята. Свобода. Россия будет свободой. Но самый мощный подарок, как и положено по всем законам жанра, был преподнесен под занавес великого торжества. Многочисленные прохожие узрели на чистых прудах огромный баннер, вывешенный на фасаде сталинского здания, утверждающий истинную любовь к Владимиру Владимировичу и простирающуюся до самого гроба. Взвинченная полиция приехала через пять минут, сразу с краном. Но чем выше любовь, тем недоступнее ее проявление. До баннера дотянуться не удалось. И огорченные полицейские, аки-ангелы, поднялись ввысь, дабы стать единоличными обладателями столь ценного предмета. Возможно, надпись жестковата, зато сделана искренне и от души, от имени практически всех москвичей. День Путина прошел ярко. Одни поздравляли, другие с переменным успехом ловили поздравляющих. И у тех, и у других все еще впереди. Ведь завтра будет новый день. День Путина. Или День Сурка. Кому как нравится. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин. Политвестник ТВ.